Эй, Амар, ты нас куда привел? Подождите, а куда ты идешь вперед, даже ничего не сказал. Точно, точно, я же вам, дурачкам, не объяснил, куда мы пришли. Мы пришли в бункер. Бункер 42 на Таганке. Это музей холодной войны. Ладно, я уже вижу по лицам какие-то тупые вопросы, что это такое. Я сразу говорю, холодная война, это когда ты один на один с кем-то рамцанул зимой в одной футболке. Холодно жить, и ты готов с ним рубиться. Вот это холодная война зимой в минус 20 градусов. Это не холодная война. Холодная война, это когда информационная война. Не, ну да, перед этим же он звонит и говорит, я тебе информирую, здесь холодно. Вот, информационная война, что один на один рубит, рубака будет. Там до последней капли крови. Нет, твоя версия больше не нравится. Все, мы точно пришли, можно зайти. Спасибо большое, идиот. Давай, гэри. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Динарис. Динарис, меня зовут Амар. Это Махмуд, это Магомед. Мы приехали сюда. Здравствуйте. Как это место называется? Вы сейчас находитесь на спецобъекте Бункер 42. Бункер 42. Смотрите во всех кинотеатрах. Ну что ж, с чего мы начинаем наше путешествие по Бункеру 42? Мы с вами начинаем самое важное. С блока номер 4. Запасного командного пункта штаба дальней стратегической авиации и ПВО. Пройдемте. Пройдемте. Мы с вами зашли в зону А1. А1. Данное место также известно, как правительственный сектор. И сюда имели доступ только высший офицерский состав. И имея на руках соответствующую форму допуска. Здравствуйте. Каждый, входящий сюда в обязательном порядке, предоставлял свои документы, а также форму допуска на этот объект этому уважаемому человеку. Сейчас. У меня скрин паспорта есть. Сейчас я покажу. Вот. Это я. Ну там с челкой. Просто потом калмакай с природой получился. Облысение пошло. Какой-то серьезный взгляд на меня. Это не эскалатор, идиот. А, это просто лестница. Я думал, это эскалатор. Вау. Это что за кабинет такой? Мы с вами находимся в рабочем кабинете Иосифов Сорионовича. Иосифов Сорионовича. Сталин, кабинет. Данный объект был спланирован и скоординирован именно Иосифов Сорионовичем. Но получив все необходимые чертежи и схемы, инженеры также получили всего лишь один приказ, что в его рабочем кабинете в обязательном порядке должны быть три предмета. Письменный стол, диван и шахматы. Письменный стол, диван и шахматы. Угу. Он шахматы любил играть, да? Безусловно. И самое главное, он никогда не проигрывал. Никому не проигрывал. О, это же банкетный зал. Зачем? Я просто сниму свой блок и уйду. Не надо накрывать куры-гриль, ничего ставить не нужно. Никак нет. Это не банкетный зал. Это зал заседаний верховных главнокомандующих. Здесь проходили как в плановые, так и не в плановые заседания. Заседания здесь проходили? Да. Можно, да, мы с ребятами одно заседание проведем? Если что, обсудить там с Америкой насчет туда-сюда. Три минуты на сбор. Ну что же, мои доверенные генералы. На сегодняшний день очень напряженная ситуация с Америкой. Я хочу услышать ваши предложения и советы. Кто первый? Махмуд? Че? Он правильные вещи говорит, генерал. Какие правильные вещи? Я ничего не слышу. Он говорит, надо отказаться от длинных столов и сидеть ближе, ближе. А, очень хороший и дельный совет. Поближе сядьте, пожалуйста. А че, так можно было? Конечно, можно было. А зачем этот длинный стол? Я не знаю, я вообще сам пришел сюда. Я думал, свадьба начнется скоро. Смотри, дом. Насчет Америки. Думаю, через Нью-Йорк заскочет к ним. Ты после каждого заседания сиди в стуле переворачиваешь? А, нет, дело не в столах, по-моему. Бомбовое место. Это че за место? Это информационно-разведовательный центр. О, кстати, насчет разведки. Я же у себя наулаки такой разведчик. Сейчас, пошли. Юнит Рос. Юнит Реди. Контежин комплект. Айсу. Юрий. Юнит Рэп. Спрашивают, вы где находитесь? Ложный вызов. О, так, ничего не говорите? Я знаю, что это такое. Это подводная лодка. Ну, максимум на 8 человек. А? Никак нет. Это первая советская атомная бомба. РДС-1. Атомная бомба? Так точно. О, шалей. Это один в один размер? Да, это макет в натуральную величину. Доставляют ее на специально разработанных бомбардировщиках. Ту-4. Ух ты! Ну, это я, как понял, не совсем один в один, да, размер? Уменьшенный в 10 раз. В 10 раз. Я так и думал. Короче, вот такая бомба может нормально так навредить городу. Это самая мощная бомба считается, да? Нет, она не считается самым мощным. До 86-го года самая мощная бомба, скажем так, и по сей день считается не бомба, а ракета Р-36М2. Ничего себе. И какая у него мощность, ну, в сравнении с этой бомбой ядерной? Примерно как 300 таких же бомб. Ошалеть. Это что, получается, полстраны может она просто ушатать? А может и всю страну. Ничего себе. А есть такая же, только травмат? К сожалению, нет. Ох. Ох, вы что здесь? Мы выход ищем. Выход там же, да? Не-не-не, вон там выход. В смысле? Да-да-да, ту сторону надо. Мы оттуда пришли. Надо обратно туда идти, ты что? Как идти? Ого! Это что такое? Это что такое? Ты что нажал? Ты что нажал? Это что такое? Это ты нажал, да? Это я не нажал. Кто это здесь пранки делает? Что случилось? Почему свет горит красный? Кто здесь вообще? Какой день недели сейчас? Я споткнулся об твой нос. Требега, резко, резко, тревога. Требега, да. Алло. Алло. Требега. Пожалуйста, спасите нас кто-нибудь. Требега. Ребята, расслабились. Это была учебная тревога имитация ядерного удара. А, фу, точно? Никто не напал? Никто не напал. Фу. Я на туре хапнул мандраж жесткий. Там вот эти красные лампочки видел вот так? Да-да. Я думал, все. А я думал, ничего. А завтра же у меня свидание с этой Викой. Помнишь? Хорошо, что ничего не обломалось. Фух. Это был Амар Алибутаев и наш блог «Амар в большом городе». Живите мирно со всеми странами. Амар Алибутаев и наш блог «Амар в большом городе».